Снова всем привет, с вами JustBomjik. В этом ролике, ребята, буду себе покупать щенка. Если посмотреть на мою будку, то вы сейчас увидите, что мне придется кого-то заменить. Кого заменить, непонятно, потому что у меня щенки просто имба все. Все, которые вот тут вот есть, все имба. Поэтому, ребята, вы можете догадаться, что да, ребят, сегодня мы покупаем новый слот. И сразу бегу в магазин. Хотя нет, не бегу. А нет, могу побежать, потому что у меня вот, смотрите, что есть. Но, ребята, чтобы было намного лучше, давайте кое-что мы сделаем. Возьмем амулет, который даст нам бустик. Коин мультиплеер, который влияет, ребята, на микроконвертеры, плюс влияет он на конвертер. То есть, ребята, я буду получать больше костей за конвертацию. Вот эта вот штука действует вот таким вот образом. Это очень классно, потому что сейчас, ребята, смотрите, сколько у меня в рюкзаке. 300, блин. А, ну вот тут вот можно посмотреть. 337, 090. 337, 090. Вот, вот все, все одинаково. И я, когда использую микроконвертер, вот он у меня вот на быстрой панельке, я нажимаю единичку и получаю я, ребят, запомните, 337, 090. А получаю я 347, 203. То есть, ребят, на 10к, на халяву я получил, ну, вообще нормально. Ну, был бы буст побольше, я бы получил побольше. Ну, ладно. Блин, я затупил. Я же мог был побежать в желтый магазин, взять желтый огонь и получить больше. Вот таким вот легким действием. Ну, ладно, затупили. Сегодня мы фармиться не будем. Но суть этого ролика вы покупочки нового слота и плюс анонсе того, что вас ждет в будущем. Конечно, вы знаете, что в девятом обновлении, который я разделил на несколько частей, выйдет много мобов и много разных различных сражений, типа как катаклизмы. Катаклизмы, они после дополнительных боссов появятся. Но это, ребята, оно все в скором времени. Я думаю, что до конца лета полностью девятый апдейт я завершу. Вторую часть девятого апдейта вы увидите совсем скоро. И в этой девятой части вы увидите плюс новый амулет и плюс нового щенка, уникального, которого можно получить не из вот этого магазина и не из-за тикеты. То есть, ребята, вам тикеты, вам там не нужны будут для этого щенка. Ну, это такое, ребят. Давайте сейчас вот поговорим про то, что я придумал и то, что понравится всем. Ну, давайте так, сначала просто купим новый слот. У меня там все хватает, вот прям все-все-все я накопил. Это я делал уже вчера, я снимал ролик. Но он был настолько скучный, там просто я сидел, фармился, и мне нечего было вам рассказать, что я, короче, решил его не выпускать. А вот сейчас, ребята, покупочка нового слота, покупочка нового уникального щенка. Я вообще-то тикеты копил не для щенка, а для дополнительного слота, но у меня проблемы с перлами до сих пор, ребят. Я вроде бы чутка стоял там в АФК, чуть-чуть прям так вот стоял, но что-то перлы мне не выпадают, поэтому я решил, что ай, пока я нафармлю эти перлы, я пойду-ка лучше вот просто куплю какого-то уникального щенка. Рарка на банане. Так, ребят, я побежал на бананчик, и для того, чтобы лучше, ребят, фармить дождик, я возьму супер ауру, украинскую ауру, которая ускорит меня на плюс троечку. То есть я буду быстрее передвигаться и быстрее лутать вот эти вот, ребята, ресурсы, которые нам сейчас будет выкидать вот этот вот дождик. Кстати, этот дождик, он изменится, я говорил, это будет одно, один из катаклизмов, точнее, вот эти вот дождики, и он будет слегка по-другому работать. Да, там еда также будет, но он будет слегка вредить вам этот дождик. Вы будете получать урон от него, ну или не только урон, а просто какой-то дебаф, возможно, просто какой-то дебаф. Чем дольше вы будете вот, ну, чем больше раз вы будете попадаться под этот дождь, ну, типа, под дождем бегать, тем больше, ну, или длительнее этот дебаф будет длиться. Ну, или, может, он сильнее будет, этот дебаф. Хотя нет, может, лучше длительность будет увеличиваться, а дебаф будет одинаковый. Да, скорее всего, будет так. И, короче, ребята, из этих дождей будут выпадать разные такие ценные ресурсы. Ну, какой-то один ресурс, а в зависимости от редкости дождя будет зависеть количество этих ресурсов. И вы будете копить эти ресурсы, чтобы купить либо новый амулет, либо нового щенка. Ну, что-то, ну, либо то и то. Я не знаю, я еще пока что ничего не придумал, что там будет продаваться, но что-то будет, ребята. Вы будете фармить эти дожди, хоть они будут давать дебафы, вы будете все равно пытаться... Ааа, смотрите, он выкопал, я забрал. Нормально, стыбзил. В общем, ребята, вот так вот, ребят, потихонечку стыбзим ресурсы у своих же. Короче, дождик уже сейчас вот подходит к концу, но пока что яичка не было. А там, если кто-то поднимет яичко, то будет оповещение на фулл сервер, что типа, о, он стыбзил яйцо, бейте его. Так, это надо тоже забрать. Главное, чтобы просто успеть заметить это яйцо, чтобы его быстро забрать. Просто вот сейчас вот как-то много всякого лута, и цветочки, и косточки, и что-то я не вижу никакого ни яйца. Кстати, тут еще малинка дропается. Это же редкий дождь, да? И пока что только я одну малинку видел. Это значит, что сейчас будет много малины под самый конец, наверное. Ну или просто какое-то облако неудачное, и сейчас малины вообще не будет. Ну не знаю. В общем, ребят, я в этом ролике вам сейчас кое-что проспойлерю, что я придумал. Но я пока что еще не готов это рассказывать. Давайте для начала просто сделаем то, что я вначале запланировал. Это просто поставить в будку уникального щенка. Какой это уникальный щенок? Мы сейчас вот посмотрим прямо в магазине, подумаем, что нам больше всего нужно. О-о-о, гляньте, 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 вот этот надо забирать. Ух ты шо, гляньте, гляньте, гляньте. Ох ты, блин, нормально, вообще топчик. Так, ну у нас тут, ребята, вообще все топчик. Ресурсы лутаются. У нас ресурсов много. Кстати, я за кадром скрафтил много зелек. А, крафчу. Вот, 7 штук осталось. Ой, 17 минут осталось, а вот 7 штук Melon Pleasure. Короче, я уже потихонечку, ребята, собираюсь переходить в желтый сет. Вот, кстати, это тоже касается перехода в какой-то сет. То, что я придумал. Ну, ладно, это наконец я потом оставлю, ребят, потом расскажу по бэрику. Только давайте вот залутаем дождик. Все, дождик залутали. Чувака, анимация зависла. Или он просто ливнул, и он как бы... А, у меня интернет пропал. Серьезно. Аж 10 человек, ребята. Приглашаю, заходите. Давайте повышаем актив. А, скоро босс. Скоро босс. Даже не один, а несколько. О, все, загружаемся. В общем, идем, ребят, покупать себе вот этот вот, ребята. Уникальный щенок. Стой, 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 стой. Не занимай будку. Нет, 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 нет. Я первый. Хорош, забрал. Ладно, а тут у нас бомжик. Лол. Я-то думал, блин, что за фигня. Ну, окей. В общем, вот такая вот у нас будка. Вот такой вот у нас новый слот. И давайте сейчас мы сразу в него запихнем какого-то уникального щенка. Блин, ну, ну ладно, давайте, давайте, давайте. Там надо будет ему лавел прокачать. Просто у меня вот есть идея по поводу щенка. Вот тут у нас есть баг с пушкой. Ну, ладно, мы как-то пофиксим его. Это такой, знаете, несерьезный баг. Ну, он слегка раздражает. Кстати, ребята, я же шкапибар убил, да? Бил. А, я эти спины потратил вроде бы был. Да, я был потратил. Короче, ладно, давайте еще два раза сыграем. Не знаю, откуда у меня эти два спина. Ну, окей, давайте просто, просто изнем их. Так, пять майлона. Ну, не то, что я хотел, но ладно. Ну, хотя бы печенюшки, если не джекпот. И пять винограда. Ну, короче, рулеточка сегодня не на моей стороне. В общем, ребята, идем в магазинчик. У нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть щенков. Доступно мне только пять, потому что это дорогой ученый. Я его купить не смогу. Мне не хватает тикетов. Ну, и, конечно, я его вообще-то не планировал покупать. Хотя он для желтых мне как раз бы сошел. Так как я иду в желтую пыльцу. Ну, желтые косточки. Ну, смотрите, давайте так. Посмотрим вот сюда, что тут у нас есть. Я говорил, что винфрей имба. Он очень классный, очень полезный. И мне кажется, что я бы его сейчас прям и купил. Но тут я вот подумал, посидел так нормально. Вот так вот логически подумал. И, короче, увидел, что у меня очень много квастов еще не выполнено от мазер-мишки. Мазер-собачки. Короче, от мамки нашей. И я, ну, без помощи вот этого щенка, я буду делать это очень долго. Прям очень-очень долго. Этот щенок, он бустит опыт ваших щенков. У него там, во-первых, ребята, во-первых, что там у него там? Иди сюда. Где он? Рэд папи. Это будет моя первая уникалочка. Во. А, кстати, уникалочка-то 8, а не 7. Ну, скоро будет 9. В общем, у него бонд мультиплеер плюс 20% на все. То есть, и когда щенки что-то копают, и когда щенки спаунят обилки, и когда щенки бьют. А когда щенки бьют, они получают вроде бы плюс 5 опыта за каждую атаку. Ну, или 10, я даже не помню. Но если 5, то это получается с этой штукой будут получать 6 за каждую атаку. Плюс одно очко дополнительное. Это, ребята, это много. Если вы будете бить какого-то жирного босса, то щенки будут очень быстро качаться. Кстати, на АФК-боссах щенки будут очень быстро качаться. Ну, для АФК-босса вам нужно еще дорасти, ребята. Так как АФК-босс будет на 15 плюс локации. Или не 15 плюс. Я там вроде говорил, какая-то другая локация. Да, вроде 12 плюс, там, либо 12, либо 13, я не помню. Ну, где-то там. Где-то там АФК-босс будет. Ладненько, давайте мы сейчас вот все-таки его прикупим. Я все-таки на горшках много буду потом АФК стоять. И это на пользу мне будет, потому что щенки будут быстрее. Кстати, Джампер тоже там имбаум, там хорошие бусты дает. Но пока что он мне не нужен. Я что-то как-то его даже не планирую брать. Ладно, берем. Би Папи Бокс. И, ребята, давайте посмотрим еще раз внимательно на этого щенка. Что он дает? У него есть такая вот одна всего абилочка, которая спавнится не всегда. Но она, когда спавнится, она дает вам больше костей. Всех костей. Вообще не важно каких. Хоть этот щенок желтый. Но он дает буст на все. Желтость его в том, что когда он лапками выкапывает, желтые кости дают много. Вот, 3. Аж 3 дает. Это без геймпасса всякого. С геймпассов это будет минимум 6. То есть, ребята, ну 6,5 даже. То есть, я думаю, вы понимаете. Каждая выкопанная желтая косточка будет давать в 6,5 раза больше. Но со свистком это будет еще больше. Потому что эти бусты умножаются на тот буст, который дает щенок с помощью свистка. Ну, короче, я думаю, ребята, я снимлю гайды на все амулеты. И вы там будете понимать. Ладно, давайте так. Я посмотрю, вот где бы мне его поставить. Ну, так как, ребята, этот щенок очень сильно зависит от уровня. То мне было бы проще поставить этого щенка где-то сюда. А тут вот поролить каких-то щенков с помощью боксов. Ну, потому что, ребята, смотрите, в чем прикол. Этот щенок дает желтые кости. Стоп. Когда вот этот вот буст активный, то есть, когда вы его подняли. И вы собираете желтые косточки, то все ваши щенки получают опыт. То есть, что это получается? Что когда вы подняли этот токен и активный у вас этот буст, все желтые косточки будут давать опыт каждому щенку. То есть, смотрите, 0,5 опыта за каждый уровень щенка. То есть, если, например, первый левел, то по половину опыта каждому щенку будет получаться за одну косточку. Косточку каждый щенок получает. Не какое-то конкретное количество щенков, а каждый щенок, ребята. Вы понимаете? То есть, получается, будет даваться, если сложить сумму всех щенков. У меня вот сколько слотов? 8, да? А, то есть, ребят, я открыл новую локацию, которая скоро выйдет. Вот спойлер еще один. Что будет новая локация за 8 щенков. В общем, вот тут вот, получается, будет каждый по пол опыта. То есть, 4 опыта я буду получать за каждую желтую косточку. 4 опыта на всех. То есть, каждому по половине. На 6 левеле, то есть, получается, каждый щенок будет получать 6 умножить на 0,5. То есть, 3. 3 опыта. Каждый щенок будет получать 3 опыта за каждую желтую косточку. Ребят, вы понимаете, что желтые косточки на желтых полях очень щедро сыпят. Ну, давайте так, это получается, что на всех щенков получим мы 3 на 8 24 опыта, то есть 24 опыта за каждую косточку, это получается, ребята, мы будем получать по 4, даже почти по 5 тесты бонов за каждую желтую косточку, ребят, ну, это просто, ну, просто щедрость, это очень щедрая штука от этого уникального щенка. В общем, ребята, кто хочет щенков быстро прокачать по левелу, ну, как минимум хотя бы до десяточки, то обязательно нужно вот это, поэтому я возьму все-таки, ну, чтобы было все норм, я поставлю этого уникального щенка вот сюда, чтобы он сразу нормально, щедро сыпал мне опыта, так как, ребят, у меня еды немного, я не смогу поднять его сразу до 6 левела, поэтому я решил его сюда скинуть. Ну, и сразу же, ребят, мы его делаем одаренным с помощью Старкуки. Уникальные и ивентовые щенки, ну, и там, если будут еще какие-то новые редкости, которые не выпадают из коробок, они будут одаряться только с помощью вот этого вот всего дела. В общем, ребята, одарили, все, хорошо. Теперь давайте вот с помощью, вот, у меня есть Epic Puppy Box, и тут шанс большой. Кстати, по поводу этого я тоже хотел кое-что сказать. Ребята, я в последнем апдейте увеличил шансы на RAR и Epic из обычных Puppy Box. И поэтому получается, что это надо убрать. Убрать почему? А потому что тогда исчезает необходимость в этих вот двух коробках, RAR и Epic Box. Поэтому в следующем апдейте на RAR и на Epic я шанс урежу. То есть оставлю таким, как он раньше был. Но на легендарочку я оставляю таким, какой он сейчас. То есть раньше был шанс на легендарочку в 10 раз слабее, сейчас он в 10 раз лучше. Вот в следующем апдейте все будет как сейчас с легендарочками, то есть намного лучше, в 10 раз лучше. Но RAR и Epic вернутся на то место, где раньше было. То есть RAR 10%, Epic 1%. Чтобы была необходимость вот в этих боксах. Потому что, ну, тогда зачем эти боксы, если вот щенки нормально выпадают из этих боксов. Поэтому, ребят, я вот об этом не подумал. Поэтому, ну, вот такие вот дела. Ладно, давайте поролим. Давайте сразу с Epic. Просто мне сейчас вот... Мне либо на молнии нужен вот этот вот Tintel, или как он там, я не знаю, как он. Купер. А Купер что дает? Я не помню, что он дает. Я вообще даже не помню, когда я его создавал, как он тут появился. Ну, ладно, давайте глянем. У него молнии 30% на одну молнию. Или 50%, если... Да, еще и плюс 2 молнии. Короче, вообще имба. Купер даже, мне кажется, чутка лучше, чем... Чем как он? Вот, Tingle. Gold Yami. Да, он даже чутка лучше. Я Купера оставляю. Tool Speed еще. Да, ну, нифига себе. Слушайте, может бы его одарить? Так, а какая у него любимая еда? Вот, кстати, да. Опыт очень сильно нужен, чтобы проходить квесты Mother Dog'а, нашей мамаши. И чтобы быстро прокачать эти квесты и открыть рецепты печенюшек, которые помогут легко делать одаренными любых щенков. Ну, и плюс быстро прокачивать опыт с помощью этих печенюшек. Ну, ладно, короче. Это, если честно, хороший выбор. Вот, в B-Papi, ребята, хороший выбор для любого игрока. Потому что, ну, кто в желтый, тому лучше. Потому что он будет стоять в АФК на желтых. И тогда с этим бустом он больше нафармит. Синий будет сложнее опыт прокачивать. Потому что, ну, этот щенок, он больше для желтых. Хотя буст его для всех. Но, блин, это желтые косточки. А синие фармится на синих полях. Поэтому желтых косточек там немного. Но зато синие фармится активно. И они собирают весь лут, который в игре они видят. А вот желтые много просирают. Они выкапывают, но не поднимают, потому что стоят в АФК. И вот поэтому вот я для желтых сделал такое вот по синие. Чтобы они могли, ребята, фармить опыт, не играя. А вот синие и так фармят опыт. Много опыта. Они собирают весь лут, весь дроп и все, что выпадает с поля. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, короче, ребят. Вот поэтому он желтый, а не синий и не белый. Белые тоже много фармят. Белые прям очень много фармят. Они, ребята, там дамажат. А дамаг это очень много опыта для щенка. В общем, ребята, давайте так. Мы сейчас вот попробуем потихонечку, помаленечку. Так, я надеюсь, что он это любит. Или нет? Нет, он это не любит. Может это? И это не любит. А других у меня печенек нет. То есть он любит райс, грейп. А какой там еще? Грейп. А, мел. Он любит мелан печеньки. То есть ему нужно новые печеньки, которых у меня нет. Ну ладно. Зато он, наверное, вот это любит, да? Да, вот это он любит. Вот это он очень хорошо любит. Вот, видите? Кстати, я там... А как это так случилось, что сразу 32? Значит что? Значит получается он какую-то печеньку тут любит, да? Или не? Не, не любит. Как-то странно. 63. Стоп. Чего? Вот, 63. Сейчас должно быть 64. Но нет, 79. То есть сейчас баг. То есть он сейчас добавляет всем. Да, он всем добавляет печеньки. Неважно какие они добавляют. Ага, вот какие дела. Ладно, это баг. А это новый баг, о котором мне никто не сказал. Потому что любыми, любыми печеньками можно прокачивать вот этот вот энергию одарения. Ну ладно, короче. Мы, я это пофикшу. В общем, можете сейчас одарять с помощью любого печенька. Ну короче, ладно. Окей. Давайте так. Я сейчас вот пойду и буду что-то, что-то там делать. А, ничего я не буду делать, ребята. Я вам просто покажу, как работает эта штука. И расскажу про то, что я вообще-то планировал рассказать в самом начале. То, что будет в следующих обновлениях. Это уже в 10-м, скорее всего. В 9-м я этого делать не буду. Потому что, ну, я и так слишком себя сильно загрузил. Вообще не вылажу с ПК. Постоянно делаю босса. Постоянно придумываю новых боссов. Пока что по новых боссах у меня вообще засиживание. Ну, вообще, короче, ничего в голову не лезет. Ну, ладно, короче. Если будут у вас какие-то идеи по поводу новых боссов, кидайте в комментариях. Мы обязательно, точнее я обязательно что-то возьму из ваших идей. Короче, ладно. Давайте так. Вот сейчас попробуем дождаться. А, вот это голд ями, да? Да, это голд ями. Нам нужна медовая косточка. Так, чтобы все желтые косточки нам давали опыт для всех щенков. Я просто продемонстрирую, как это работает, ребят. У меня эта штука включена? Да, включена. Хорошо. И, в общем, он что-то заспаунил, да? Нет, еще не заспаунил. Ладненько. О, есть. Видите? Вот такая вот медовая косточка. И когда мы собираем, вот когда действует этот буст, и когда мы собираем, вот видите, 28 и 8 опыта. Я получаю за каждую копочку. Это за всех щенков отображается. То есть эти 28 опыта делятся на всех щенков моих. Вот, видите, 28 и 8. Так как он одарен, я сейчас получаю больше, чем там пишут в описании. Вот такие дела, ребят. Вот так вот, ребята, фармится опыт. Ну, конечно, надо еще побольше каких-то способов выкапывать. Быстро косточки получить. Кстати, у меня уже два молниеносных щенка. То есть молнии сейчас будут чаще спавниться. И я смогу, в принципе, в АФК стоять с помощью молнии и фармить опыт для нее. Да, я буду так и делать, ребята, на горшках. Буду ее прокачивать. Она хорошая. Она имбовая для желтых. Вообще топчик. Потом надо будет гайд снять, потому что, ну, там не все понимают, как она работает толком. Я вообще гайды на все амулеты снимлю, чтобы вы шарили, как это все работает и что вам лучше подойдет. Окей, ребят. Ну, пока что вот такой вот ролик, ребята. Будку мы расширили. Первого уникального щенка получили. Теперь давайте я вам расскажу про то, что я хотел рассказать. В общем, ребята. Я придумал, как избавиться от проблемы, на которую еще пока что никто не жаловался. Но эта проблема явно есть. Короче, когда вы хотите купить новый сет. Вы покупаете одну вещь. Надеваете эту вещь. И у вас исчезает пассивка от прошлого сета. То есть, смотрите. Если я сейчас куплю одну вещь из желтого сета, да. То, если я ее надену, у меня исчезнет пассивка от просета. И это очень глобальная проблема, потому что я не смогу надеть одну, там, две, три вещи из нового сета. Потому что я тогда испорчу себе фарм. Фарм очень сильно упадет, так как исчезнет моя основная пассивка. И чтобы перейти в новый сет, нужно будет сначала его полностью купить, а потом его надеть. Ну, это как бы, это как бы, понимаете, ну, неудобно. Нужно покупать фулл сет, чтобы его надеть, а потом сбрасывать старый. Поэтому я решил эту проблему. Смотрите, как я ее решил. Вы покупаете сначала, вот давайте так, разберем по полочкам, как это все будет работать. Но это, ребят, сразу говорю, будет не в девятом апдейте. Это, как минимум, в десятом будет. Может, даже позже. Может, ну, может, в десятом, может, позже, не знаю. В общем, смотрите, вы купили нубсет, да. Когда вы купили нубсет, использовали его пассивку, Mega Punch. И когда вы используете хотя бы раз эту пассивку, она у вас откроется, ребят. У вас откроются вот где-то здесь таланты. У вас будет кнопочка с талантами. И эти таланты вы будете получать с помощью полных сетов. То есть, если вы нубсет использовали с молотком, вы получили, там, например, Hammer Mega Punch. И я думаю, кто играл в нубсете с помощью вилл и с помощью молотка, он знает, чем отличается пассивка с молотком и пассивка с виллами. Вот. Когда вы используете пассивку с виллами, у вас откроется второй талант, который называется Pitchfork Mega Punch. То есть, отличие будет в области нанесения, вот, области выкапывания костей с помощью Mega Punch. И тогда вы этот талант, который открыли, вы можете надеть любой. Там, неважно, какой вы там открыли, там, с питчфорком или с хаммером. Надевайте любой этот хаммер. И потом вы сможете вот этот вот талант использовать, даже если вы не носите прусет. Ой, нубсет. То есть, вы можете собрать вообще рандомные вещи, и у вас эта пассивка будет работать. Таким образом, каждый раз, когда вы собираете какую-то пассивку с помощью фулл сета, вы ее открываете в таланты, то есть, она сохраняется в ваших талантах, и тогда вы сможете любую пассивочку использовать в любом сете. Тогда вы сможете комбинировать любые вещи, которые вообще даже не входят в какой-то сет, и использовать какую-то пассивку из сета. Ребята, это решит очень глобальную проблему. И, ребята, с помощью этого нового введения с талантами, ребят, я смогу добавить уникальные вещи из каких-то рандомных мест. Например, я смогу добавить палку или там какую-то другую вещь из вороны. Например, вы будете копить перья. Вот, например, вы уже полностью апнули амулет, и вам некуда девать перья. Я могу добавить вещь, которая делается из перьев, и вы можете носить эту вещь, у нее будет какая-то своя пассивка, но она не входит ни в какой сет. То есть, ребята, вы понимаете, вы можете носить эту вещь и не терять свою пассивку основную, которую вы себе выбрали. Там, ну, сета, пассивка, прокита. В прокита будет три таланта, потому что, я думаю, вы понимаете, что у него есть три спиннера разных цветов, и каждый раз, когда вы используете какой-то цвет спиннера, он у вас открывается, запоминается в талантах, и вы в любой момент можете юзнуть себе вот выбрать спиннер вот этот вот и формиться с ним. В общем, ребята, это очень имбовое нововведение будет с помощью талантов, и тогда, ребята, я смогу добавить побольше разных вещей, которые вообще не входят ни в какие сеты. Они будут где-то в каких-то рандомных местах продаваться за какие-то другие ресурсы. В общем, ребята, это просто имба-идея. Я бы хотел ее уже реализовать, но, ребята, в первую очередь боссы катаклизмы. Дальше я берусь за новую локацию, 15-ю локацию, которая будет, я еще не решил где, но мне кажется, что она где-то вот там вот будет. Я уже даже, кто, ребята, играет активно, кто лазит, сюда что-то там ищет. В общем, я думаю, вы заметили, что вон там вот есть тропинка, которая куда-то ведет. Ну вот, мне кажется, как раз она будет везти вот туда, вот на 15-ю локацию. Ну, это будет дополнительный проход на 15-ю локацию. Основной проход будет сзади будки, потому что сейчас, когда ребята занимают будку, все занимают самые правые будки, то есть самые правые, левые. Никто, почти никто не бежит занимать. Ну и вот для топеров это будет как раз имба, потому что они будут бежать вот сюда, на 15-ю локацию. Там будут какие-то свои механики новые. Они будут занимать вот эту вот будку, например. И вот где-то вот сюда проходят, их будет на 15-ю локацию. Ну, это еще не точно, ребята. Я еще полностью не продумывал. Возможно, где-то в другом месте будет 15-я локация. Ну, в общем, ребята, ладно. В 15-й локации уже вас ждет 3 новых сета с новыми поколениями. Они будут очень дорогими, дороже, чем бомбер сет в несколько раз. Их будет сложно получить, потому что это будут уже, ну, такие прям имбовые сеты. Там будут, я постараюсь сделать хотя бы 2-3 новых амулета. Там будет новый NPC с квестами очень сложными, которые откроют вам дополнительные слоты для амулетов бесплатно. То есть вы будете проходить квесты и открывать эти слоты. Ну и там будет, ребята, новая мини-игра, типа как Tower Defense. Но это не Tower Defense, это будет как Apple Defense. Вам надо будет защищать яблоко от врагов. Каких врагов, пока что вам не скажу, потому что, возможно, я передумаю и сделаю что-то другое. Поэтому, ребята, на этом я буду с вами прищаться. Вот такой вот ролик получился. Если кому-то понравился и вы ждете апдейтов, ребята, обязательно подписочку, обязательно заходим. Икра им прокачивается, потому что обновление не дремлет. Каждый день я что-то улучшаю, что-то изменяю, что-то добавляю. На тесте пока что вы этого не видите, но скоро вы это все увидите, потому что первый босс уже почти, вот, можно сказать, на 90% готов. Там осталось ему одну атаку добавить. Какие-то награды там оптимизировать, потому что сейчас там, ну, там награды не будут прям оверкрутными. В этом, в этого крота будет новая валюта, которая нужна будет для чего-то нового. Это для нового щенка и нового амулета. Я вот уже спойлерю. Ну, и, в общем, это вот по поводу одного босса. Второй босс, АФК-босс, он легко сделается, потому что там, во-первых, ну, просто никакой атаки не будет. Он будет там, либо стоять где-то на месте, либо будет как улитка бегать по кругу, либо что-то там другое. Ну, там вообще над ним запариваться не нужно. Там нужно только запариться, чтобы эти хп сохранялись. Когда вы наносите урон, выходите из игры, чтобы хп сохранялись. Все. Это основная фишка в этом боссе. Ну, и плюс этот босс, АФК, он будет очень жирный. Прям очень-очень-очень жирный. Вам будет его сложно бить. Без белого сета будет вообще еще хуже. Но, короче, в общем, ладно. Пока что давайте, хватит спойлеров. Я и так уже много чего рассказал. Но, ребята, ну, это уже то, что сейчас приближается. То, что сейчас будет в игре. То, что оно к концу лета уже будет. Вот эти вот все боссы, вот эти катаклизмы, к концу лета все будет в игре. Я постараюсь сделать. Если не получится, ну, в этом году уж точно будет. Сто процентно. Ивент, к сожалению, к дню рождению не будет. Да, я уже говорю, не будет. Я ивента понимаю, это очень классная штука. Там онлайн растет. Но, блин, ребята, поймите вы вот этих вот ребят, которые в топах. Им скучно играть, потому что ничего нового нет. Им нечего прокачивать. Да, есть амулеты прокачивать, щенков прокачивать, но это не самое интересное. Они хотят видеть прогресс. Они хотят видеть будущее в игре. И вот ради этих ребят, вот сейчас, ну, сейчас то, что выйдет, это будет ради, ради вот топ-100. Ради топ-100. Но уже 15-я локация, и вот это вот все, это уже вот топ. Вот этот вот миллиардники, короче, откуда эти миллиардники идут? От Кирюхи. Вот, от Кирюхи начинается 15-я локация, можно так сказать, мне кажется. Ну, или, может, даже выше, или не от Кирюхи, а от Баночка Хэлл, вот топ-5. Короче, десятый апдейт для пяти человек, нормально. Ну, ладно, ребят, это просто из-за того, что актива мало, так если бы было побольше актива, ребята бы задарили, друг друга обгоняли, было бы вообще. Короче, я так понял, интернет опять пропал, или что, или анимации залагал. Походу, анимации залагал у чувака. Давайте заберем зельку, и на этом потихонечку будем с вами прощаться. Поставим что-то другое. Так, Мелон зельки забрали, и давайте вот грейп. Только одна доступна, нет, одну я не хочу ставить, я хочу... Блин, мне рарных яиц надо много, чтобы открыть вот эти вот, а я их потратил, я что-то забыл, что мне надо будет. Ну, ладно, будем как-то их фармить. Давайте две зельки вот эти поставим, мне там для ножниц надо, и потом мы сделаем какой-то мегафарм с новой будкой, ребят. Но попытаемся, чтобы на желтом поле, потому что на желтом это да, имба. А так, basic, ну basic неинтересно. В общем, ребята, вот такой вот ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok